Девушки отдыхают Как родилась Вселенная? До начала 20 века космос считали неизменным. В 1929 году было открыто явление разбегания галактик. Это означало, что Вселенная стремительно расширяется. Чтобы понять, как она начиналась, ученым пришлось перевернуть этот процесс в прошлое. Считается, что расширение имело две фазы. Первая произошла в ничтожно малую долю секунды, сразу после рождения Вселенной. Я заявляю, что этого никогда не было. Не было того, что, согласно уравнениям Эйнштейна, Вселенная расширялась, и затем началось ускоренное расширение. Недавно, за открытие ускоренного расширения, ученые получили Нобелевскую премию. Но это открытие соответствует идее Эйнштейна, которую он высказал вскоре после публикации своих первых уравнений. Это произошло в 1915-16 годах. А в 1917 он ввел то, что называется «космологической константой». Еще один термин в его уравнениях, введенный им по ошибке. По ошибке, в том смысле, что он считал Вселенную статичной и в целом не меняющейся. Он не смог бы этого сделать при помощи своих изначальных уравнений, поэтому он ввел дополнительный термин, чтобы сохранить теорию в целости. В 1917 году Альберт Эйнштейн обнаружил, что, согласно его недавно разработанной общей теории относительности, Вселенная должна либо расширяться, либо сжиматься. Но поскольку было принято считать Вселенную статичной, то Эйнштейн ввел в свои уравнения космологическую постоянную, чтобы обойти возникшее противоречие. Однако через 12 лет американский астроном Эдвин Хаббл, именем которого позже назовут космический телескоп, обнаружил, что Вселенная действительно расширяется. Это означало, что в космосе есть какая-то неизвестная сила, которая не дает галактикам сжиматься под воздействием взаимного гравитационного притяжения. Узнав про открытие Хаббла, Эйнштейн признал, что изменения, которые он внес в свои расчеты, были самой большой ошибкой в его жизни. Впрочем, оказалось, что величайшая ошибка Эйнштейна вовсе не ошибка, и что космологическая константа действительно есть во Вселенной, а Вселенная действительно ускоренно расширяется, что сегодня становится особенно актуальным. Это поразительное открытие также играет ключевую роль в предлагаемой мною схеме. Об этой возможной космологической концепции было давно известно. С тех пор, как Эйнштейн заговорил об этом в 1917 году. Но факт того, что это действительно происходит, является важным и новым открытием. В случае большого взрыва, значит, был момент ноль, после этого вдруг Вселенная начала расширяться. Как, почему, этот вопрос не обсуждается, что было до, не знаем. Почему она в момент ноль начала расширяться, и как, мы не знаем. И мы изучаем, вот физика, наша астрофизика, космология, она изучает процессы, которые следовали один за другим, процессы расширения. При перемотке расширения обратно на 14 миллиардов лет назад следовал вывод, что Вселенная была заключена в одной точке при бесконечно большой плотности и температуре вещества. Это состояние определялось термином «космологическая сингулярность» и не имело объяснения. Дискуссии о том, что было до Большого взрыва, проходили лишь в узком кругу специалистов. И только в начале 21 века два выдающихся физико-теоретика Роджер Пенроуз и Вагн Гурзадян заставили заговорить об этом весь мир. Доктор физико-математических научных профессор Вагн Гурзадян руководитель Центра космологии и астрофизики в Ереванском физическом институте и в Ереванском университете. Я, значит, был воспитанником русской школы. Я, правда, окончил в Ереванском университете кафедры теоретики физики, но потом был аспирантом в ФИАНИ, в ФИАНИ, в ФИАНИ, Академии науки имени Лебедева. Теоретдел этого института, это в то время, это одна из, наверное, мировых центров теоретики. Руководителем был Виталий Гинзбург, послесо-нобелевский лауреат. А Московская школа в целом, конечно, она, школа космологии, теофизики, она была уникальной. Одним из учителей Вагна стал его отец. В 60-е годы группой Григора Арамовича Гурзадяна были созданы и запущены первые советские космические обсерватории. Орбитальный телескоп «Орион-1» был установлен на первой космической станции «Салют-1». В те же годы, при участии Григора Гурзадяна, в Армении был основан Институт космической астрономии в Гарни. Сегодня здесь находится Музей космоса. Именно астрофизика, термин астрофизика, то есть астрономия, как наука, которая изучает Вселенную, она как бы устарела, потому что астрономия – это звезды. Оказалось, что звезды, они составляют малую часть того, что заполняет Вселенную, меньше 1%. А более 90% того, чем заполнено Вселенную, для нас оказалось темным. Причем 70% из этой темной части, она просто не влезает в рамки нашей существующей физики, а именно это некая субстанция, которая имеет антигравитирующие свойства. Наша вся физика, она способна описывать только гравитационные, то есть тела, которые притягивают друг друга. А вдруг оказалось, что Вселенная в основном заполнена именно этой субстанцией, а не той, к чему мы привыкли. И вот эта субстанция, она так называемая темная энергия, она и является причиной, как мы сейчас понимаем, расширения Вселенной с ускорением. Именно Нобелевская премия за 2011 год была вручена и за открытие темной энергии. Но добавление новых и пока довольно загадочных для нас понятий вроде темной материи или энергии ничуть не продвинуло научную мысль в понимании того, что предшествовало рождению самой Вселенной. Человеческая мысль оказалась бессильной перед этим вопросом. Самое большее, что могли представить ученые, это некую огромную черную дыру, из которой все появилось. Но тогда возникал вопрос, откуда же взялась она сама? И некоторое время тому назад Роджер Тенроллс развил идею циклической Вселенной, которая основана на одном фундаментальном наблюдательном факте по свойствам нашей природы, нашей Вселенной, в которой мы живем, это так называемый второй закон термодинамики. Это связано с такими понятиями, как асимметрия времени, стрела времени. Ну, по вселенной жизни мы все это понимаем так, что мы помним прошлое, но не будущее. И также мы знаем, что жизнь наша и физические явления являются необратимыми. И вот этот наблюдательный факт взял за основу более глубокого взгляда на природу и на начало возникновения нашей Вселенной. Значит, по имеющимся понятиям, современным понятиям, Вселенная наша, она результат большого взрыва, который произошел около 14 миллиардов лет назад. И, а что было до этого, этот вопрос вне рамках вот этого большого, теории большого взрыва. Профессора из Оксфорда Сэра Роджера Пенроуза его коллеги сравнивают с самим Эйнштейном. Вряд ли можно назвать кого-либо другого, кто внес больший вклад в наше понимание общей теории относительности, чем Роджер Пенроуз. Среди его многочисленных наград за выдающиеся заслуги в развитии науки медаль Альберта Эйнштейна, присужденная ученому в 1990 году. А четыре года спустя королева Англии присвоила ему рыцарский титул. Дело в том, что меня всегда поражал большой взрыв, который, а это по какой-то причине никогда не волновало космологов, связан с фундаментальным законом, известным как Второй закон термодинамики. В общих чертах Второй закон термодинамики гласит, что по мере течения времени беспорядочность или хаотичность возрастает. Если хаотичность возрастает со временем, то это означает, что вначале ее должно было быть совсем немного, или же она отсутствовала вовсе. То есть при зарождении Вселенной в ней было меньше хаоса, чем сейчас. Иначе говоря, она была тогда более организована. Но как это возможно при взрыве? На этот вопрос до недавнего времени не было ответа. Если вы вернетесь назад во времени, то обнаружите, что хаотичность постепенно уменьшается. А это указывает на то, что большой взрыв должен был быть совершенно не хаотичным. Это должна была быть высокоорганизованная структура. Тем не менее, то, что мы видим, это взрыв, и не только взрыв. Детальные наблюдения говорят вам, то, что называется термодинамическим равновесием, а это означает, что это есть наивысшая энтропия, наиболее хаотичная из возможных состояний. Фактически, это парадокс. Как может Вселенная начать свое существование в ее самом хаотичном состоянии, а после чего беспорядочность вечно возрастает? Что ж, причина в том, что гравитация не была хаотичной в своем раннем состоянии. Гравитация была совершенно особым состоянием. Я думал, что это очень странно. Как это так? Все, за исключением гравитации, абсолютно хаотично, а гравитация же является тем, из чего вышел весь порядок, из чего появились мы. Вот этот подход Пен Роза, основанный на наблюдательном факте второй закон термодинамики, он мне показался очень глубоким. И мы с ним начали, начали, попытались найти экспериментальные какие-то свойства или какие-то знаки, которые могли бы как-нибудь пролить свет на такой подход. И вот имелись данные реликтового излучения. Это излучение, которое окутывает всю нашу Вселенную, и оно доходит до нас с расстояния 14 миллиардов световых лет. То есть немного спустя, после Большого взрыва, она была, она образовалась, и наши детекторы сейчас могут зафиксировать это излучение. Мы живем благодаря тому, что Солнце является горячей точкой в темном небе. Да, это термоядерные реакции, но главным образом мы существуем благодаря тому, что Солнце есть. И оно существует благодаря гравитации. Это могло случиться только потому, что газ во Вселенной до формирования звезд находился в однородном состоянии, после чего он слипается, и это слипание дает возможность беспорядочности увеличиваться. Поскольку гравитация вещь специфическая, у этого явления Вселенной низкая энтропия и хаотичность. И именно это то, что озадачивало меня многие десятилетия. Потому что, похоже, это особое состояние во Вселенной. Оно не началось беспорядочно. Это начало было уникальным. Один из вариантов объяснений этой загадки заключался в следующем. Если соединить гравитацию и квантовую механику, то может возникнуть асимметрия во времени. Большинство законов физики работают во времени как в одну сторону, так и в другую. Единственное, что действует только в одном направлении, и что чрезвычайно важно, это второй закон термодинамики. Но тогда как быть с большим взрывом? Роджер Пенроуз смог решить эту загадку. И что я осознал, думаю, это было несколько лет назад, отчасти благодаря этому наблюдению ускоренного расширения, и отчасти благодаря работе, которую я проводил много десятилетий назад, изучая математику бесконечности. Когда вы думаете о том, что Вселенная расширяется все больше и больше, что вы говорите об удаленном состоянии Вселенной? Есть хороший метод, позволяющий это сделать, который связан с тем, что называется конформное преобразование. Конформное отображение или трансформация сохраняет форму любых фигур, а также углы между кривыми в точках их пересечения. В геометрии можно оперировать расстояниями, и можно определить, насколько одна точка удалена от другой. Но кроме этого, в геометрических фигурах важно то, какие у них углы. Если большой треугольник и маленький треугольник имеют одинаковые углы, то эти треугольники будут конформно одинаковыми или подобными, независимо от размеров. Вы можете пользоваться геометрией, которая оперирует только малыми формами. Эту геометрию называют конформной. Здесь важны только углы, а не расстояния. Забудьте про расстояние, смотрите на формы. Это конформная геометрия. Я интересовался конформной геометрией еще со студенческих лет и даже еще раньше. Это удивительная геометрия. Общая теория относительности Эйнштейна это метрическая геометрия. В ней необходимо знать расстояние. Если мы знаем расстояние, это даст нам гораздо меньше, чем если мы знаем конформную структуру. С Роджером и Розен я знаком достаточно давно. И у нас было много обсуждений по разным вопросам. Даже до именно вот этой работы, которую мы уже за последний год развиваем. И поэтому его подход математический, геометрический к многим проблемам космологии был очень симпатичен мне. То есть я тоже именно склонялся к таким подходам. И поэтому когда мы встречались именно мы обсуждали и математические задачи, и математические аспекты и более фундаментальные аспекты всегда, а потом пытались это рассматривать в контексте уже имеющихся наблюдательных данных на тот момент. знания об угловой структуре дает почти все. Теперь я говорю о трех пространственных измерениях и одном дополнительном измерении. Итак, четыре измерения. Теория Эйнштейна работает с четырехмерным пространство-временем, как мы называем это. В четырех измерениях необходимы десять цифр для работы метрической системы. Так работают расстояния. По десять цифр на каждую точку. В каждой точке вам необходимы линейки во всех десяти направлениях. Но если вам нужны только углы, для этого требуется лишь девять цифр. Итак, теории Эйнштейна нужны десять цифр для расстоянияний, а конформные теории нужны только девять. Два самых известных уравнений физики двадцатого столетия E равно mc квадрат, в котором говорится, что энергия и масса эквивалентны, c квадрат просто константа. Энергия и масса. Если у вас есть масса, значит, есть и энергия. У Макса Планка тоже есть уравнение, почти такое же известное, как и уравнение Эйнштейна. E равно h nu. h это константа Планка, nu это греческая буква, обозначающая частоту. Итак, энергия представляет собой две вещи, частоту и массу. Энергия это масса, энергия это частота. Итак, все сходится. Масса это частота. Если у вас есть частица, электрон или протон, любая частица с определенной массой, это почти как небольшие часы, которые тикают с определенной частотой. Ближе к Большому Взрыву становится все горячее и горячее. Энергия все усиливается, масса становится ничем, теряет всякое значение. Все, что важно в Большом Взрыве не имеет массы. Если массы нет, нет часов. Если нет часов, вам не нужно десятое число Эйнштейна. Вам нужны лишь девять цифр конформной геометрии. Итак, что можно сказать о далеком будущем? С одной стороны Большой Взрыв, с другой стороны Бесконечное Будущее. Затем формируются черные дыры. Они проглатывают материю и затем они испаряются по закону излучения Стивена Хокинга. В конечном итоге нам нужно немного больше, чтобы понять этот не совсем традиционный взгляд. Но эта схема требует исчезновения всей массы в далеком будущем. Свет состоит главным образом из фотонов. Фотонам не нужно десятое число, им нужны лишь девять цифр. Для всего, что не имеет массы, нужно лишь девять цифр. Таким образом, бесконечность сейчас становится доступной. Есть определенные иллюстрации к такого рода геометрии. У художника Эшера есть очень хорошая картина с изображением того, что называется гиперболической геометрией. На ней нарисованы ангелы и дьяволы. Ближе к краю эти существа становятся все меньше и меньше, но они не знают, что становится меньше. Это мы изображаем их все более мелкими, чем ближе они расположены к границе изображения. Граница — это бесконечность. Это конформное изображение, а бесконечность можно передать в виде конформной границы. Когда я поверил в ускоренное расширение и космологическую константу, то осознал, что моя многолетняя работа показала, что если есть космологическая константа, положительная константа, то свет должен просто проходить сквозь нее. Это то, что мы называем границей пространства света. Знаменитый нидерландский график Мауритс Корнелис Эшер известен прежде всего своими литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски смог выразить средствами искусства пластические аспекты понятий бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Эшеру особенно удавались изображения так называемых невозможных фигур, то есть того, что в трехмерном мире можно было наблюдать лишь как иллюзию. В 1959 году художник получил статью из британского психологического журнала и под влиянием описанного в ней эффекта бесконечной лестницы Пенроуза создал картину вверх и вниз. Автором этой статьи были Роджер Пенроуз и его отец Лайон. После публикации в 1960 году литографии Эшера данная невозможная фигура приобрела широкую популярность. Лестница Пенроуза представляет собой такую конструкцию, при которой в случае движения по ней в одном направлении человек будет бесконечно подниматься, а при движении в обратном постоянно спускаться. При этом после завершения маршрута он окажется в той же точке, с которой начал свое движение. Лестница сконструирована таким образом, что существование ее в реальном мире кажется невозможным. Однако, как и большинство невозможных фигур, ее модель может быть воссоздана в реальности. Другой момент заключается в том, что Большой Взрыв это конформная геометрия. Большой Взрыв мог быть очень сложной структурой. Это могли быть всевозможные сингулярные немыслимые состояния, но это не так, и причина не нуждается в объяснении. Факт в том, что этого не позволяет нам второй закон термодинамики — низкая энтропия при невозбужденной гравитации. Как это объяснить математически? Можно сказать, что вы можете растянуть Большой Взрыв, как это было на картинке с бесконечностью, хотя на картинке бесконечность сжималась, не растягивалась. Если же ее растянуть, получается красивая равномерная граница, а не жуткая сингулярность. И это поразило меня. Это очень похоже. Растянутый Большой Взрыв и сжатая бесконечность выглядят почти одинаково. В этом заключается идея. Возможно, они одинаковые, но это не наша бесконечность. это некто до нас. Можете представить, что мы прошли один цикл и вернулись в начало. Я говорю, нет, вы можете вернуться через Большой Взрыв, и если частиц, обладающих массой, нет, частицы, которые пришли через прошлую, как я это называю, эру, я пользуюсь греческим словом эон, это слово означает долгое время, когда все наше существование занимает огромный промежуток времени. Хорошо. Это на самом деле бесконечность. Но это не важно, потому что мера времени перестает быть значимой. Направление времени все еще важно, но шкала времени, то, как быстро идут часы, об этом можно забыть. это ничего не значит. Я должен сказать, что идея этой реальности пришла ко мне потому, что я думал о бесконечном будущем, и это казалось мне жуткой участью для нашей Вселенной, потому что Вселенная такое прекрасное место, со всеми изумительными явлениями, а нынешняя теория говорит нам, что ж, это была просто тонкая материя, ничего больше. Становится так скучно, и в чем тогда вообще смысл? Но затем я подумал, если нас не было там, то кто был? Фотоны, такие частицы, как фотоны, а фотону скучно быть не может. Они не испытывают течение времени, им нужны лишь девять цифр, им не нужна десятая цифра. Итак, они просто пробиваются в следующий, они проходят в следующую Вселенную, и все начинается заново. Черные дыры проглатывают информацию, и второй закон термодинамики не нарушается, но происходит изменение масштаба, или то, что мы называем энтропией. Я сказал про идею, и в космологии есть много идей, и у многих людей есть идеи. Большинство этих идей включает в себя расширение, то есть очень большое увеличение в ранней Вселенной. Моя схема не нуждается в расширении, потому что прежняя Вселенная или ЭОН до нас уже проходил через это прогрессивное, ускоренное расширение. Эффект, который возникает в результате этого, исключает необходимость расширения. Я сказал, что расширения нет. В декабре 2010 года мировые СМИ сообщили о научной сенсации. Роджер Пенроуз и Вагн Гурзадян сделали поразительное открытие. Исследуя реликтовое излучение, оставшееся после Большого Взрыва и сохраняющее информацию о зарождении Вселенной и ее развитии, они обнаружили в этом микроволновом фоне странные неоднородности в виде концентрических кругов. Это излучение, которое остаток Большого Взрыва. То есть Вселенная тогда была горячей и очень плотной. по ходу расширения она начала остывать и плотность начала убывать. Фотонный газ начал отделяться от вещества и Вселенная стала прозрачным для этого фотонного газа, то есть для этого излучения и это излучение начало свободно распространяться по Вселенной. И вот спустя 14 миллиардов лет, когда уже образовалось человечество где-то на одной из планет, одной из звезд, одной из галактики этой Вселенной, наши детекторы зафиксировали это излучение, которое идет фактически очень издали, с расстояния как я сказался, около 14 миллиардов световых лет, то есть она была испущена, распространяется вот за такое время. Исследуя эти особенности реликтового излучения, ученые смогли заглянуть в самые невероятные дали пространства и времени и наконец-то понять, что же произошло до Большого Взрыва. Вселенная, она когда начала расширяться, она была очень горячей вещество плюс излучение, плазма. И вот она расширяется, она остывала и в какой-то момент она стала прозрачной для излучения. Излучение начало двигаться свободно. И именно это свободно движущее излучение мы сейчас фиксируем и изучаем. Исследователи пришли к поразительному заключению. Обнаруженные ими круги происходят не из нашего пространства времени. Это гравитационные следы от столкновения колоссальных черных дыр, которые образовались в предыдущей Вселенной в конце ее существования. Затем огромные черные дыры испарились, а Вселенная прошла через большой взрыв и родилась снова. Вселенных много. Параллельные Вселенные, ветвистые Вселенные, пузырчатые Вселенные, много разных теорий, но их очень тяжело проверить, тогда как эту тесты очень важны, потому что вы можете смотреть сквозь большой взрыв. Большой взрыв был лишь стеной между одним ионом и следующим, а информация сохраняется при переходе. Черные дыры разрушают информацию, но информация сохраняется при переходе сквозь большой взрыв из расширения прошлого иона в большой взрыв нашего иона. Наша галактика Млечный Путь содержит черную дыру в центре, чья масса превышает массу Солнца в 4 миллиона раз. Мы движемся к галактике Андромеды. Когда-нибудь мы столкнемся. Через миллиарды лет в будущем и произойдет громадный выброс энергии в форме гравитационных волн. В этом заключается теория гравитационных волн Эйнштейна. Когда же они ударяют в границу, они пробиваются на другую сторону и вызывают слабый эффект, который мы теперь, возможно, наблюдаем. И это будет выглядеть как круги в небе. Сначала я думал, немного горячее или немного холоднее, но затем я связался с Вагном Гурзадяном, армянским ученым, которого я знаю много лет, и я подумал, что он сможет помочь с наблюдениями. За пару лет до этого я обращался к ученым из Принстонского университета США, и они пытались использовать другой метод, но он не давал очевидной информации. И я спросил Вагна, есть ли у него какие-то идеи по этому поводу. В конце концов, мы устроили встречу с ним в США. Они смогли его пригласить, и он сказал мне, что смотрел на все это несколько по-другому, нежели ученые Принстона. В Принстоне смотрели на все небо, и у них не было одного четкого радиуса. Они искали круги определенного радиуса по всему небу и проверяли, насколько отклоняется этот рисунок. Но что делал Вагн? Он искал центр в небе и затем наблюдал за кругами, имеющими единый центр, но различные радиусы. И он сказал, что у него есть предварительные результаты, которые он хотел бы показать мне. Я ответил, что это интересно, и я хотел бы посмотреть. Затем он сказал, что определив центры в небе, наблюдает за кругами различного радиуса. Я сказал, о, любопытно, так ты можешь увидеть несколько кругов, имеющих один центр. Мы работаем параллельно, параллельно, но в постоянном контакте. То есть бывает за одну ночь, скажем, несколько мейлов от него, значит, те результаты, те идеи, к которым он пришел за одну ночь. Значит, ну, а потом я, мои вычисления, значит, он смотрит мои вычисления, вот мы так обсуждая, двигаемся. Причина в следующем. Если черная дыра встречается с другой, несколько галактик соберутся в скопление, и они столкнутся. Если одна не столкнулась, то это произойдет с последующими. И каждый раз они будут выглядеть как круги с одним центром. Итак, я сказал, ты видишь их с одним центром? Он посмотрел на меня и сказал, да, именно это я и вижу. Это меня очень впечатлило, хотя я не эксперт по статистике, но он иначе смотрел на статистику, нежели многие другие ученые. Когда мы опубликовали наш первый доклад, мы встретились со множеством оппонентов, которые говорили, да, мы видим ваши круги, но мы считаем, что они ничего не означают, потому что мы привыкли вычислять показатели по-другому. Вагон Гурзадян получил изображения, на которых вокруг каждого центра было по меньшей мере по три круга. И эти реальные снимки были гораздо более четкими, нежели те, которые обычно получают в компьютерных экспериментах. Вы смотрите на настоящее небо и видите столько всего, потом смотрите на смоделированное на компьютере и сколько видите? Вы видите то же количество? Гораздо меньше. У подлинных данных должно быть гораздо больше кругов, по меньшей мере три круга с одним центром, и в частности четыре с одним центром. Таким образом, это выглядит так, словно вы видите подлинный эффект. Мы не просто смотрим на последствия. Мы действительно наблюдаем события в ионе, предшествовавшем нашему, и даже последствия событий, которые вызваны этим ионом. Вы можете посмотреть, оглянуться назад. Не подумайте, что это другие вселенные. Это другие ионы нашей вселенной. Как это можно назвать? Это наша вселенная. Одна вселенная, которая проходит ион за ионом. Она не сжимается, она всегда расширяется, а затем она забывает, насколько она велика. Большое и малое становятся эквивалентными понятиями, и тогда она снова маленькая. Эту идею трудно понять, но вам необходима математика, чтобы все это обрело смысл. Но ионы не будут в точности повторяться, поэтому предшествующий нам ион не будет такой же, он будет похож лишь в общих чертах. Если все повторяется, возможно, и мы уже жили когда-то в каком-то предыдущем ионе, и кто-то уже тогда сделал открытие, что жизнь вселенной циклична, и кто-то вроде нас снял об этом фильме. Идея вечного возвращения уже многие сотни и даже тысячи лет волнует умы философов и поэтов, от древних индийских мыслителей до Дэвида Юма и Фридриха Ницше. За 130 лет до Пенроуза Ницше писал «Медлительный паук, ползущий в лунном свете, и этот лунный свет, и мы с тобой беседующие у дверей, беседующие о вечном. Разве мы все уже не совпадали в прошлом? И разве мы не пройдем снова долгий трепетный путь? И разве нам не идти по нему целую вечность? Что ж, я бы сказал, это было не точно так же, но, вероятно, примерно так же. Меняются ли константы природы? Некоторые люди поднимают вопрос о том, что константы природы делают возможной жизнь. Может быть? Я не знаю. Я думаю, что, скорее всего, эти константы не меняются, и что они все такие, какие должны быть. Есть очень небольшое свидетельство подтверждающие истинность этого. Дело в том, что размеры кругов, которые наблюдает Гурзадян, ограничены в определенном масштабе. То есть мы не наблюдаем кругов больше определенного размера. И это соответствует тому, что предыдущий ион примерно такой же, как наш, без кардинальных отличий. Это тоже интересно. Я предполагаю, что константы не меняются. Но для теории в этом необходимости нет. Я также полагаю, что ионы следуют бесконечно, и что не было первой эры, как не будет и последней. Это мое предположение. Я не знаю. Возможно, кто-нибудь выдвинет лучшую теорию и скажет, «Вселенные возникают, они начинаются с определенного эона, и они закончатся каким-то эоном». Я надеюсь, что это не так. Я бы предпочел, чтобы они продолжались вечно, но были не всегда одинаковыми, а отличались во времени. Ученые поняли, что вселенные возникают одна за другой, и конец предыдущей становится началом следующей. Отсюда вытекает их главный вывод – мироздание циклично, и оно существует в бесконечности времен. Интересно наблюдать этот образ в религиях. Я знаком с индуизмом, я верю в буддизм. Я не уверен, я не специалист в религиях, но люди часто отмечают, «О да, наша религия говорит об этом». Конечно, у них не было тех возможностей для наблюдения, что мы имеем сейчас, но при этом у них были верные представления. хотя они и не имели наших спутников, способных измерять микроволновый фон. Думаю, что идея о вечном возрождении жизни – это то, что вселяет в людей надежду. То есть, если мы думаем, что жизнь возникает в определенный момент и потом исчезает, мне с этим эмоционально трудно согласиться. И эмоциональный фактор, возможно, одна из причин, приведшая меня к этим представлениям, и я этого не стыжусь. Я думаю, что это нормально при условии, что все это будет испытано хорошей математической теорией, тщательными наблюдениями. Если не подтвердиться, хорошо, нужно начать снова. Открытие и научное обоснование цикличности Вселенной вызвали большой резонанс в обществе. В западных СМИ с осени 2010 года его называют сенсационным и влияющим на мировоззрение всего человечества. Но сами авторы открытия считают, что все это пока лишь предварительные результаты. И впереди еще большая работа. И отдельные вопросы, они еще представят, подлежат развитию, еще как по части фундаментальной части, то есть математики и теории, так и получение более точных наблюдательных данных с меньшим, как мы говорим, с меньшим уровнем шума, с тем, чтобы вот те предварительные свойства, признаки, которые нам удалось нащупать, впоследствии могли быть подтверждены более точными наблюдательными данными. Все это связано с основами квантовой механики, потому что, как я уже ранее говорил в отношении испарения черной дыры и потери информации, я верю в то, что квантовая механика, пусть и прекрасная, замечательная теория, но она не дает окончательного ответа. И в этом я согласен с Эйнштейном и с Шрёдингером и даже с Дераком, которые считали, что квантовая механика не дает окончательного ответа. Очень хорошая теория, объясняющая мелкие явления, но когда речь заходит об огромных явлениях, то подобно примеру со знаменитым котом Шрёдингера, который, казалось бы, одновременно и жив, и мертв, эта теория не имеет смысла. Итак, это то самое, о чем я выдвигаю предположения, которые часто считают безумными, потому что они непривычны, и здесь требуется привлечение не только квантовой механики, но и связи между квантовой механикой и классической механикой, где кроется большая загадка. По существу, Роджер Пенроуз предложил новую концепцию времени. Время у него по-прежнему движется в одном направлении, из прошлого в будущее. Наша Вселенная очень точна, как часы, которыми мы пользуемся сегодня. Но у двух ее концов, в отдаленном будущем и далеком прошлом, понятие времени как бы растворяется. Причем растворяется только скорость времени, но и не его направление. Время продолжает двигаться из прошлого в будущее, но его масштаб теряет свое значение, чтобы вернуться уже в следующем ионе или цикле. И так без конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова